Неожиданно Ближний Восток и последние события в регионе вскрыли проблему, о которой нельзя было подумать. Оказывается, что в политической элите США Байден еще адекватный политик. Да, не удивляйтесь. Хотя тут не удивляться надо, а пугаться, но все-таки. Если Байден у них еще адекватный, то страшно представить, кто его смог переплюнуть. А смог это сделать экс-советник Белого дома по безопасности времен Дональда Трампа Джон Болтон. Оказывается, усилия Байдена по принуждению Биби к миру – это позорищее США действие, а призыв Белого дома к сдержанности – это неправильно. Джон Болтон, экс-советник президента США по национальной безопасности. Прошлой ночью Иран выпустил более 320 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. К счастью, израильтяне пропустили из этого только 1%. Но не каждая ночь будет такой удачной. И пока Иран не увидит мощный ответ, этот риск будет сохраняться. Отлично! Просто отличный рецепт, как поджечь Ближний Восток без регистрации и смс. Сначала Иран увидит мощный ответ, а потом Израиль окажется под еще более мощным ответом. После чего в Иран полетит еще более мощный ответ и так далее. Что называется словом «эскалация». При этом никто в мире не представляет себе, чем является система ПВО и Про-Ирана. Точно так же, как до ночи с 13 на 14 апреля никто не представлял себе, чем является ПВО и Про-Израиля. Одно дело, когда в вас летят дешевые ракеты, сделанные где-то на коленке. И совсем другая ситуация, когда речь идет о реальной боевой единице суверенного государства. Вещи разные и тот случай, когда это другое не шутка и не мем, а суровая действительность. Все государства региона сейчас находятся в подвешенном состоянии и не понимают дальнейших действий. Формально Иран счел атаку Израиля на свое консульство отомщенной и на этом готов придать инцидент забвению. Но, как видно, исходя хотя бы из интервью того же Болтона, далеко не все готовы смириться с утратой Израилем политической неприкосновенности. Холокост уже больше не котируется на международной арене. Нельзя постоянно выезжать на одной кляче, как бы вам того не хотелось. Израиль, в свою очередь, оставляет за собой право ответить, что будет вести к эскалации. Одним словом, регион на грани грандиозного шухера. Все участники призывают страны к сдержанности, хотя так или иначе заявляют о своей поддержке сторон. Вместе с тем становится очевидно, что есть силы, готовые развязать войну. Только лишь из-за своих интересов или здесь густо намешаны амбиции, спесь и высокомерие. Сейчас сложно сказать, но учитывая, что Израиль последние десятилетия ведет себя так, словно ему должен весь мир, возможно, что политики еврейского государства утратили берега даже на уровне мышления. Беспрецедентный ответ на наглейший по своей природе выпад Тель-Авива стал для Израиля ушатым холодного душа, не говоря уже о том, что для отражения ему потребовалось прибегнуть к явно избыточной помощи США, Великобритании и Франции. В случае серьезного противоборства западные союзники не смогут вечно защищать Израиль. Тягивание же мировых великих держав и сверхдержав события на Ближнем Востоке не нужно никому. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.